Ахмед Вагалия Базархановна Старший преподаватель кафедры менеджмента туризма Предлагаю вашу вниманию лекцию по дисциплине Деловой этикет в сфере туризма Тема лекции – порядок представлений и знакомств Цель лекции – знакомство с элементарными правилами обращения различных людей к друг другу Вопросы лекции – знакомство мужчин и женщин Обращение к официальным лицам, военнослужащим и ученым Приветствие как знак уважения Правила поведения возникли очень давно на заре человеческого общества Как только люди стали жить вместе, появилась потребность мирного сосуществования Отсюда следует вывод Приоритетная цель этикета состоит в том, чтобы сделать нашу жизнь максимально приятной и безопасной При общении друг с другом славить всевозможные острые углы и нечаянные обиды Предостеречь нас от случайных претензий и бед Современный этикет не предполагает соблюдение этих условностей Но по-прежнему существует целый ряд общепринятых правил знакомства Значение которых необходимо каждому воспитанному человеку Их соблюдение поможет достичь успеха в повседневной и деловой жизни Не стоит представлять друг друга незнакомых людей на ходу Для этого нужно останавливаться Согласно этикету, при знакомстве обязательно называют свое полное имя, фамилии и по возможности дополнительные сведения Первыми представляются мужчины, младшие по возрасту или социальному положению По возможности их представляют Однако, если такой возможности нет, они делают это самостоятельно Мужчину представляют женщине во время знакомства Открыто смотрят собеседников в лицо Хорошая знакомство начинается с доброжелательной улыбки Женщина, вне зависимости от возраста и положения Никогда не представляется мужчине первым Из последнего правила могут быть исключения Например, если это женщина – студентка, а мужчина – почетный профессор Старший по возрасту и положению человек подает руку младшему, а женщина протягивает руку к мужчине Представленное лицо приветливо отвечает на рукопожатие Во время знакомства пожилого мужчины и молодой девушки последнее ждет, когда руку протянет мужчина При знакомстве с ровесником молодой человек первым называет себя, а девушка подает руку Если мужчина сидит, то он встает, когда его представляют Женщина встает только в случае знакомства с пожилой женщиной или пожилой мужчиной Человек, которому кого-то представили, называет свое имя и доброжелательно добавляет Очень рад знакомству Рад с вами познакомиться Очень приятно Не говорите, представляя вашего спутника или спутницу – это мой друг Такое подчеркивание личных отношений может обидеть остальных Просто назовите имя В том случае, когда представленные друг другу люди были едва знакомы ранее Один из них при желании напоминает, что они уже встречались Мужчины обязательно встают здоровые, скажем человеком и женщиной Они садятся только после того, как сел человек или женщина Мужчины встают и лягут к обможателям В гостях хозяева обязательно знакомы, приглашенного друг с другом, если они друг друга не знали Трудности знакомства возникают, если один из приглашенных приходит с опозданием Ни в коем случае не здоровайтесь в первую очередь со своими друзьями и старыми знакомыми Оставляя без внимания всех остальных Хозяин дома представит вас всем и сразу и усадит на свободное место Опоздавший может потом сам познакомиться с ближайшими соседями по столу Если вы пришли к жену, то, как правило, вас должна представить жена, а не ее Она также у первой стороны с хозяйкой и хозяином Приглашая женщин на танец, мужчина не представляется Это необходимо только в том случае, когда мужчина приглашает женщину несколько раз подряд Разговор после знакомства, начиная с старшей по возрасту, занимающей более высокое социальное положение человека Современный этикет обязывает здороваться всех знакомых и даже не знакомых людей Дело в том, что, говоря друг другу «Здравствуйте», приветствуя друг друга Люди выражают таким образом доброжелательные отношения к окружающим Показывают намерение вступить в контакт, желание продлить знакомство На этом у меня все. Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание